Здравствуйте! Рада вас приветствовать у нас на канале. Сегодня мы приехали в Паланго за нашей спиной. Посмотрите, какое классное колесо обозрения! Если на него подняться, можно увидеть всю-всю Паланго. Ну а мы с вами по традиции прогуляемся вместе по городу и посмотрим, чем живет город в межсезонье. Ух ты! Как много людей на мосту! На скамейках полно! Все сидят, смотрят кино про море. Некоторые гуляют. Я думаю, что сегодня будут рыбаки, потому что шел один мужчина. Будем брать саргана сегодня. У него была удочка. В Литве сейчас длинные выходные, но я думаю, что не только в Литве, потому что 1 мая выпала на понедельник. И во многих странах это праздничный день, день трудящихся. Рекламируют музей янтаря. Мы там были, показывали вам красивые различные изделия. И как выглядит море. Ох, ветерок небольшой. Еще где-то месяц или полтора месяца, и здесь будет все усыпано просто не янтарем, а людьми. Люди ищут янтарь. Возможно, они даже найдут вот такой эксклюзивный какой-нибудь. Ты все таскаешь в свой янтарик, да? Как давно мы здесь не были. Берег моря выглядит совсем по-другому. Разве вот так можно было пройти по этим камням, там, где парень ходит? Мне кажется, нельзя было пройти, там была вода. Это старый перец. Маленький такой. Гуляют люди по мосту в надежде, что через месяц они уже приедут и будут не гулять, а лежать, загорать, купаться в море. Посмотрим, что у ребят есть в мешочках, ведерках. Какая-то рыбка находится, удочек много. Сейчас, по идее, должен идти сарган и бычок. Камбала и бычок. Плякшня. Плякшня. Ир таз грундула саркеписой? Нет, таз грундулла. О, как сгорожился, не? Ир плякшня. Ир плякшня только не блога? Ир. О, ну ер. О, дорогие. Рыбак нам всё рассказал. Вияжеве по-литовски. Я ему говорю сарган. Он не знаю такую рыбу. Вияжеве по-литовски. Но это длинная рыба с носом, знаете. У неё кости зелёные. Сказал, чуть-чуть рановато. Будет позже клевать. А сейчас камбала неплохая. И один был бычок. Какая интересная техника. Надо постоянно дёргать. А ловят, ребята, на креветку. Ребята, так креветку можно и самим скушать. Зачем ловить на креветку? Мне кажется, та рыба, которую они словят, стоит дешевле, чем эта креветка. Но для рыбака неважно, сколько стоит. Главное, азарт. Есть одна салака. От неё всегда очень-очень много чешуи. Бычки и две камбалы. А ты когда-нибудь ловил рыбу на этом мосту? Вроде один раз ловил, но не помню. Наверное, ничего не поймал. Наверное, ничего не словил, раз не запомнил. Обычно, когда что-то такое эксклюзивное, большое, мужчины ловят, то запоминают на всю жизнь. О, давай-давай. Есть? Нет. Когда редко приезжаем в Палангу, до самого конца не доходим. Или когда очень сильный ветер. А сегодня хорошая погода. И давно не были. Дошли до самого-самого конца. Здесь в конце стенд любви, Виктор его назвал. Все пишут про какую-то любовь, кто кого любит. И мы пришли на стенд любви. Отметились. Вот, видишь, я сюда вернусь. Я сюда вернусь. И мы ещё вернёмся. Какая большая сидит чайка. Наверное, это морская. Альбатрос. И альбатрос ещё больше раз в 10. У альбатроса, говорят, размах крыльев до трёх метров. И с этой стороны люди гуляют с собаками, с детьми. Там дальше есть янтарь. Можно попытать счастье. Когда начнётся сезон, с собаками на пляж нельзя будет ходить. А пока ещё можно. И здесь по центральной улице Басанавичус в парке Тышкевича нельзя на электросамокатах и на велосипедах. Если у вас есть электросамокат или велосипед, вы должны его катить. Сегодня такая интересная погода. Мы снимаем в субботу. Если дует ветерок, сразу становится холодно. Ночью было минус один. И как они налили сюда воду? Она же может ещё замёрзнуть. Под последним видео, ребята, я хочу вам сказать большое спасибо всем. Мы прочитали все-все комментарии. Столько поддержки. Никогда ещё не было у нас в видосиках. Спасибо. Вы все нас поддерживаете. Говорите, чтобы мы не закрывали свой канал. Большое вам спасибо. Когда есть поддержка, тогда хочется что-то снимать, творить. Вот, ребята пересекают быстро-быстро-быстро эту дорогу, потому что если туда, на велике нельзя. Только можно вот так поперёк проехать быстренько и всё. Ну что, пройдёмся, наверное, по традиции по Басанавичу с улицы. Это самая главная артерия Паланги. Вообще Паланга считается зимней столицей Литвы. Ай, нет, не зимней, летней. Это просто я иду, мне холодно, и я говорю, зимней столицей Литвы. Не-не-не, летней столицей Литвы. Летом здесь всегда бывает очень много людей. Но, видите, уже всё-всё готово. Май на носу. Цветочки, как красиво. Высадили Анютя на глазки. Всегда в Паланге тоже очень красиво. Так же, как и в Ниде. Два курорта в Литве. Такие вылизанные. Посмотрите, какие тротуарные плитки. Как всё сделано. Чёртово колесо. Люди уже стоят в очереди. Не крутится пока. Видимо, начинает работу после 12. Сейчас ещё утро. Нарцизы какие огромные. Анютины глазки. А это настоящие. Анютины глазки, они с глазками. Попугай едет на работу. Вон хвост торчит. О, кричит. Приходите, приходите со мной фотографироваться. Мы, когда были в Таиланде, на Пхукете, там было очень-очень много попугаев. Они просто летали, возвращались к своим хозяевам. А чем люди занимаются, когда приезжают не летом, в межсезонье, в Палангу, в Ниду, в курортные городки Литвы? Шлифуют плитки. Шлифуют асфальт? Плитки здесь. Плитки? Да. Ходят туда-сюда, туда-сюда. Ходят по морю, дышат свежим воздухом. Собирают янтарь, кто-то ловит рыбку, сидят в кафешках, просто вот гуляют, общаются. В Паланге открыли парк батутов. Здесь не просто прыгаешь. Вот справа ребята прыгают с мячиками и пытаются попасть в кольцо. Просто попадать неинтересно. Надо обязательно прыгать. Прыгайте, прыгайте, всегда прыгайте. Представляете, какая нагрузка? На ноги, на руки, на координацию, на всё. Ну, давай, попадёшь или нет? Давай, 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 мы ждём, мы ждём. Нет. Нет. Ой, разные цены. От веса зависит. А это вы взвешивать будете или написано? Нет, это написано. А, я не вижу. Это стоит где-то 20 до 30 евро. До 20 евро. До 30 евро. Ага. Если, смотрите, в тонуше которой. И 12, и 15, и 18. Ого. Пока ещё не сезон. Посмотрим, какие цены. Уха 5,50. Мороженое маленькое 3 евро, большое 4. Что ещё интересного есть? Вата 3 евро сладкая. А здесь мороженое 2, 4 и 6. Зависит тоже от размера. А эта чайка молодая. У неё оперение ещё такое светло-коричневое. А потом будет совсем другое. Ходит по улице Басанавичу с надеждой на то, что её кто-то покормит. Давай, лети, лентяйка. Давай, давай, дальше, дальше, дальше. Очень много людей приезжает с собаками. Сейчас почти все отели, гостевые дома предлагают услуги. И можно поселиться вместе с собаками. За это берётся дополнительная плата. Когда-то я смотрела, а ещё у нас, мне кажется, Тина была. Это 3 года назад. Стоило, если ты приезжаешь с собакой, на 15 евро дороже. Так, ещё одна нахлебница. В прямом смысле нахлебница. Любит хлеб. Ворона прилетела. Ага, сейчас драться будут. Прям словила? Лови и ты. Ох, какие они огромные, эти чайки. Вот эта вот серенькая, это ребёнок. А потом она будет вот такая. Чайки, утки, вороны. Кто сильнее, кто наглее, тот и поест. А ты, малыш, голодный останешься? Дайте кусочек воробью, дайте кусочек воробью. Он тоже хочет, он тоже. Уже не хочет? Тебе дали, лети тебе дали. Вот. И воробей поест. Очень красивые кусты. Не знаю, звучит музыка, пропустит ли ютуб. Самое интересное, знаете как? Если кто-то из блогеров ругается матом, показывает какие-то непристойности, это ничего. Но если ты вдруг попадаешь на авторскую музыку, всё, тебе сразу прилетает бан. Что я хотела показать в этих кустах? Что они цветут, не цветут, но очень мало листвы. Очень мало зелёных листиков. Это интересное дерево. Такие в Испании были, типа ботаны. Без коры. Кафешки ещё работают не все, так как некоторые закрываются на зиму и работают только летом. А зимой совсем немного работает кафешек, ресторанов. Вот так люди и ходят. Шлифуют плитки. Рыба ещё закрыта. На другой стороне тоже рыбный киоск. Пока ещё закрыт. Но может найдём, кто продаёт рыбу? Люди же приезжают, им надо что-то кушать. Вот, где они все питаются. Вот кафешка, где можно зайти покушать. Ну, типа месейнис, сурукита, кеолена, спрандиняя. Месейнис. Это значит булка, а в ней будет копчёная шея. 13,50 месейнис. А карпаччо из цукини 8 евро. Ну, вот такие цены нас ожидают на пороге лета. О, какая красавица. Хочет кофе взять на вынос. Или пиццу скушать за столом. Испанский поросёнок. У них названия какие интересные. 11 евро. Это иммигрантки. 5 иммигранток, 7,50. А, смотри, мясо. Давай посмотрим, какие названия в мясе. Натуральный загар. 12 евро. Шашлычок из свиньи 13. Техас 66. 14. Галюнас. Силач. 14. Суп лёгкое прикосновение 5,50. Туртолис Ричис 6 евро. Это богач Ричи. Ричи богач переводится. Богатый. Да. Вот такие названия. А десерты. Как назовут десерты? Есть десерты? Да. Ледниковый период в раю. 7 евро. И холодный уголь 5,50. Ну, какие они молодцы. Так интересно придумали. Матадор 10,50. Корида тоже 10,50. Чикито. 10 евро. Так что вот так, ребята. Если открываете кафе, делайте интересные названия своим блюдам. Не только название кафешки, но и блюдо должно быть названо как-то эксклюзивно. Ребята сидели, смотрели работники и думают, интересно, куда она это все снимает, куда она это кому покажет. А вот всем покажу, какие хорошие названия. Даже вот съешь такую чикито или богача Ричи, и может подняться настроение, да? А здесь коптят рыбку. Как-то мало рыбы. Почему так мало рыбы? Всего 6 или 8 штучек. Опять музыка, опять музыка. Что это такое? Сегодня весь день музыка. На скумбрию, похоже. До настоящего копчения. Да. Почему всегда акцентирую, настоящего копчения или нет? Потому что бывает какое-то ненастоящее копчение, какой-то жидкий дым. Много зон для детей. Сейчас еще не все работает, но летом будет это все работать. Родители могут сидеть в кафешке или рядом стоять, а дети будут кататься на паровозике, на машинках, прыгать на прыгалках. Мне нравится этот домик. Посмотрите, как он стоит ниже уровня дороги, где мы идем. Значит, раньше, именно вот здесь, на Басанавичус улице, была вот именно такая дорога, уровень. Был ниже намного, где-то на метр-полтора. А потом, скорее всего, это все насыпали, и получилось, что этот домик остался стоять в низинке. Слева католический храм. Там, знаете, что можно подняться, посмотреть на пересечение улицы Басанавичус и Виталта. Ларьки, где продают янтарь, различные сувениры. Работают уже. Подошли к костелу, и радио транслирует всю службу сюда, на улицу. Если не хотите, можете не заходить, а слушать ее отсюда. Хотя людей так много. Полная церковь людей. Полная. Итак, ребята, как вы думаете, кто бежит? Подсказка. Четвероногие. Лохматый. Кто бежит? Вон он бежит, красавчик. Такса жестко-шерстная. Чайка. Композиция называется. А здесь как много привязали скворечников. Интересно, там кто-нибудь живет или так, бутафория. Ребята, а вы видели, что бусы янтарные бывают не только для людей, но и для собак и котов. Вот. От 5-4,50. А это 9. Если убежит, ее будет слышно. Отреставрировали. Очень красиво сделали усадьбу Тышкевичей. Летом проходят различные мероприятия здесь. Кинотеатр. Интересно, вообще кто-нибудь еще ходит в кинотеатры или нет? Когда вы были последний раз в кинотеатры? Мы очень-очень-очень-очень-очень-очень давно еще были литы. Помню, пошли в кинотеатр. Обязательно взяли попкорна. А помнишь фильм? Нет, фильм не помню. Помню только попкорн. Наверное, попкорн был вкуснее и интереснее, чем фильм. Обязательно на заднем ряду сидеть. Обязательно. Почему на заднем? Что там делать? Никто не подглядывал. Мне так нравится, когда люди старшего возраста сидят на скамеечках и общаются. Кто о чем? Вот сейчас проходили мужчину с женщиной. Они общаются о свадьбах. О свадьбах среди молодых людей. У них там прям такая дискуссия. Она ему говорит, ты имеешь в виду свадьбу молодых людей или уже в возрасте? Каждый находит о чем поговорить. Вот им актуально про свадьбы. Наверное, вспоминают свои красивые клубы. У нас только-только расцвели тюльпаны. Вот буквально пару дней. Такая красота. И самое интересное, что люди не воруют эти тюльпаны. Так бы, кажется, пришел, нарезал, нарезал. Но нет, никто никогда не ворует цветы на клумбах. Это графиня с собачкой. Дама с собачкой. Собачка, видите, хочет убежать к графу. Потому что он вот чуть-чуть дальше там стоит. Если идти по этой аллее с тростью. Это Палангский концертный зал. Здесь проходят различные концерты. Хорошая очень аллея. Прогуляться здесь. Вечером красиво подсвечивают. А представляешь, если бы у меня был бы цилиндр, я бы тоже был графом. К джинсам цилиндр не подходит. Одену фраг. Парк скульптур. Это к тому, чем заняться в Паланге. Также в Паланге много различных музеев. Если туда дальше идти, музей янтаря. А мы идем сюда. Я вам покажу еще одну площадку. Раньше мы показывали около спортивного стадиона, около спортивного комплекса бесплатную площадку. Но она находится далековато отсюда. А сейчас мы вам покажем еще одну бесплатную площадку. И она находится прямо около дюн. Прямо. Ее мало кто знает. Мы сегодня сами ее проехали. И потом вернулись. И через пару дней она будет платная. Мне кажется, она бесплатна всегда. Да ну. Да. Мне кажется, она даже летом бесплатна. Тогда никому не говори. Вот какие красивые дома. Никому не говори. Посмотрите, какие красивые дома. Сколько много стекла. У них все стены практически из стекла. Только перегородки. А переднее все из стекла. У кого-то елка до сих пор стоит. Нормально. Смотри. Первая мая на носу. А у людей стоит елка. Внизу гараж. Он стоит на таких ножках. А, это красиво. Интересно так сделано. Посмотри. Видно, современное здание какое-то. Все неровное и все из стекла. А с этой стороны представители Паланги, какая она была всегда. Вот раньше были всегда вот такие домики. Но его тоже реставрировали красиво, как он и был раньше. О, собаки вышли гулять. Кстати, очень много... Очень много собак. Именно вот такой породы. Как они? Йоркширский терьер. Йоркширский терьер. Бешоны бегали. И было много лабрадоров. Лабрадоров было очень много. Всех цветов. Какие только бывают. Очень красиво сделали улочку здесь. Да, тихо, спокойно. Мне нравится плиточка, все ровненько. Самое интересное, что сейчас иногда встречаются такие улицы, вот допустим, как эта. Видите, здесь люди идут, должны идти люди, а здесь дорога. И нет вообще бордюра. Все в одном уровне. Так, еще какие цены? Немного дальше от центра. Здесь могут быть совсем другие цены. Суп 2 евро. Хашлома с... Острая хашлома с говядиной. Сколько? 4,7 что-то. 4,7. Наверное, маленькая 4, большая 7. Кости, ребра, 10 евро. Лаваш с курицей, 8. Шашлык, 10. Хачапури аджарские. 8. Десерт, 3. А ты не помнишь, сколько стоили хачапури в Таиланде? О, с собаками сюда нельзя. Нет. Тоже что-то около 6-8 евро. Примерно такая же цена была в Таиланде на хачапури. В грузинском ресторане. А здесь, вот видите, все такое уже строительство. Красивое, современное. Много стекла, металла. Сейчас, конечно же, людям, которые приезжают вот с великами, в надежде на то, что покатаются по Паланге, но большая проблема в том плане, что надо думать, по каким улицам можно ездить, по каким улицам нельзя ездить. Все думать, знак стоит. Ну вот, допустим, я отсюда начинаю. Можно мне ехать или нет? Можно, да? Знака нет, значит, можно. Это паркинг платный. А это, помнишь, полтора-два года назад здесь было все закрыто. Шло строительство. Мы с тобой еще в щелочку подсматривали и думали, что же там такое построят. И вот оно, вот оно. Выстроили красивое здание с балконами большими. Когда мы были в Индии, я вот сейчас смотрела одно свое видео. И знаете, на что наткнулась? На какую мысль? Почему у нас, вот, допустим, вот этот дом, где стеклянные балконы и большие стекла, окна-стекла большие. Почему у нас они большие окна? Потому что у нас не жарко, и у нас можно делать такие большие окна. И даже рекомендуется делать большие окна, потому что мы живем в таком климате, когда очень хорошо от солнца на южную сторону большие окна получать тепло в квартиру. А в Индии, наоборот, жара, и они делают очень-очень маленькие окна. Через окна не поступает эта жара. А у нас, видите, вот новое строительство. Совершенно новое. Да, еще даже ничего не работает. Они только подготавливаются. Может, в этом году уже и сделают что-то. Птички поют. Переходы с одного корпуса в другое, такие стеклянные. Появился по стату группе. Закончили, типа, в декабре 22-го года. Но забор еще есть, значит, не сдали. Внутри уже есть цветы. Все-все сделали. Ждут, ждут. Лето, лето. Вот как только лето будет тепло, сразу эти заборы снимут и начнут принимать гостей. Красиво. Очень красиво все сделано. Вообще все сделано. И смотри, довольно-таки большой. Это комплекс. Это все дальше идет этот же комплекс. А вот такой был вот примерно закрыт один. Здесь тоже что-то строят. А, здесь будет жилой дом. Двойной жилой дом. Вот один, наверное, уже есть. Где он тут? Вот, есть. И второй строят. В конце этого года он будет уже построен. Находят... Здесь забор красиво закрыли, в глаза не бросается. Да, а здесь прям... Посмотри, сколько много корпусов. Как красиво. Когда они этим всем занимались, и все было закрыто забором, пленкой, думали, что просто какой-то будет один комплекс, один домик. А тут, посмотрите, корпуса, корпуса. И сосны все оставили. Все сосны. Вот мы в Ниде отмечали этот момент, что если строят у нас, делают даже какую-то дорожку или дом. Видите, сосны оставили, и они вписались в эти сосны именно. Свой проект вписали в сосны. Очень красиво. Рододендроны какие огромные. Мусорки. Ну, все сделано вот по последним правилам, технологиям. Супер. Было бы интересно попасть вовнутрь. Я представляю, какая будет цена. В конце у меня какая будет цена, чтобы вот здесь, допустим, летом провести ночь. Лето все. На все лето поедешь. Да ты что? На зиму в Индию, а на лето сюда. А чего? Ребята, вы помните, есть такая песня. Евдокимов пел, когда Виктор так фантазирует, я всегда ее пою. Фантазер, я тебя называла. А что, не хотела бы здесь вот лето провести? Хотела бы. Мечтатель, мечтатель. Но мечты у тебя правильные, правильные. Надо стремиться к лучшему. Когда мы были в Индии, то там мы видели, что дом сделали так, чтобы дерево не срубить. И здесь, посмотрите, дерево, сосна, веранда. И веранду сделали таким образом, чтобы не мешать сосне. Улицу сделали от Симпсона очень хорошо. И видишь, какие водостоки классные. Сразу вот отсюда вода и сюда течет. Мы пришли вот отсюда. Улица Симпсонов, где Виктор будет проводить все лето. Потом перекресток. Идет аллея Берутис. Вот именно по этой аллее надо вам ехать, ехать, ехать. И смотрите. Ах, эта машина не повернула. Вот. Повернула. Одна повернула, одна не повернула. И вот там, где поворачивала... Не все знают. Не все знают. Там, где поворачивала первая машина, сейчас мы выйдем туда, я вам покажу, там эта площадка. Сразу выходишь, попадаешь в дюны. Издалека увидели вот этих животных, сделанных из соломы. Мне они похожи на белок, но скорее всего это птички. Они предвещают, что скоро весна. Ребята, давайте уже быстрее. Горланьте во все горло. Скульптура женщины. Скорее всего, смотри, там будут такие беседки, потому что деревянный настил сделан. Есть шатер, натянут какой-то или материал, или пленку, и будет типа беседка. Наверное, здесь какая-то кафешка. Классная аллея, скамеечки. И вот, ребята, поворачиваем. Вот эта площадка, где можно парковаться. По крайней мере, сейчас, сейчас мы машину поставили бесплатно. Как будет летом, непонятно. Находится она очень-очень близко и от моря. Вот если прямо пройти, там будут дюны. А если в эту сторону идти, вот, смотрите, буквально 50 метров, и там улица Басанавичус. А это делают ремонт, и вот заборчик такой. Мне нравится. Закрыты заборы, и такое чувство, что это живая природа. Да. Строят дом, но очень красиво так прячут свой ремонт, чтобы ваши глаза ни за что не цеплялись. А за этим забором будет здание, в котором будут люди отдыхать. Объект предназначенный для отдыха. А есть разница, допустим, они пишут, что строят здание, которое предназначено для отдыха. А на некоторых зданиях, мы видели, было написано, что предназначено для жилья. В чем разница для отдыха и когда люди будут на постоянной основе жить? Есть разница? Может, здесь кухни не будет? Кухни бывают в апартаментах? А там, может, есть кухня? Там мы будем жить, а здесь мы будем отдыхать, в этом доме. В Паланге очень много домов, где балконы выдвинуты, но в балконах всегда проблема, в углу всегда течет. Мы когда приехали, площадка была полупустая, а сейчас уже практически нет мест, и всегда-всегда люди в надежде едут до конца, а вдруг там будут места. Но иногда приходится возвращаться, потому что в самом конце, ближе к дюнам, все-все занято. Вот, ребята, есть место. Чего вы туда едете? Нет, хотят, чтобы вот как можно меньше пройтись. Кто сейчас ходит по Паланге? Какие люди? Откуда приехали? Конечно же, со всей Литвы. По номерам, смотри, белорусы на Мерседесе. Да, есть белорусы. Покажи, вот белорус на Мерседесе. Да, в Беларусь приехал на Мерседесе. Кстати, ребята, у нас знакомые вот только буквально пару дней назад вернулись из Беларуси, рассказывали, как там, что там, сказали, что на границе машины стоят по 12, 14, 16 часов. Еще один белорус. В час пропускная способность 10 машин, 12, 14 часов. Как вам, нравится? Большая проблема на границе с общественными местами, такими как туалеты, которые необходимы там, потому что люди стоят 14 часов. Представьте, в машине ты должен и есть, и спать, и извиняюсь еще что-то делать. Поэтому вот такая ситуация. Осторожно, машина. Опять Беларусь. Ага, что это такое? Что это такое? Пока мы идем с вами, болтаем, третья машина. И еще что хочу сказать про Беларусь. Наши знакомые сказали, что они были в Минске, в Гомеле, в Бобруйске, в Могилеве. Сказали, что очень высокий уровень всего, вот как выглядят города, магазины какие. В магазинах все есть. Все есть, сказали, да, ассортимент. Еще наши магазины нервно стоят и курят в стороне. А рыбы сколько там? И рыбы, и всего-всего. Как живут белорусы? Ну, говорит, любят чуть-чуть, чуть-чуть прибедняются, что тяжело жить. Но, однако, у всех дома, дома, дома. Да, ведут свое хозяйство, есть какие-то огородики, сажают там зеленушку, картошечку, теплички у многих есть. Но, однако... Англичанин, наверное. А, англичанин. Но, однако, позволяют себе даже путешествовать и ездить за границу. Так что, ребята, в Белоруссии не так все плохо, как иногда нам кажется. Вот, смотрите, ребята, идем, прошли полностью всю эту площадку. Такси, да, смотри, такси. Да. Какое-то интересное написано... Вижу. 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 Вяжу. Вяжу. Он вяжет или видит, что он делает. И вот, смотрите, вот заканчивается, вот где стоят люди, и сразу начинаются дюны. Давайте я дойду до самого конца, чтобы вам было понятно и наглядно. Правда, хорошая площадка? Супер просто. Даже вот есть одно свободное место. Так, машина с украинскими номерами одна стояла. И велосипедисты. И вот все. Эта дорожка уже ведет непосредственно в дюны и на море. Доехали до Швентое. Подъехали тоже к самому-к самому морю. Раньше здесь была парковка очень большая. Сейчас поставили клумбы. Здесь делают порт, Швентое и Швентое порт. Очень красивые дома вдоль набережной. Сейчас пройдемся, посмотрим. Здесь уже сделали какую-то площадку. работа ведутся уже очень давно, года два. Эти все горы, горы, но там серьезные такие мероприятия. У них углубляют, набережную делают, строят различные дома, как коммерческого назначения, так и жилые. Можно идти сюда, через дюны к морю или или вот здесь. Давайте прогуляемся здесь, посмотрим на набережную, что здесь меняется. Кафешка еще пока не работает и вообще. Ай, нет, нельзя пройти. Смотри, забор. В Швентое всегда меньше людей, даже летом. Здесь более такой спокойный отдых, если в Паланге там из каждой кафешки музыка, а здесь как-то поспокойней. Немного дешевле, чем в Паланге. Но я имею ввиду летом. Вот так проходят работы. Серьезно, ведь шпунты набили. А что это будет здесь? Вот это. Чтобы вода не проходила, бьют шпунты. Может, здесь можно будет лодки ставить, арендовать. Сюда водичка заходит, там грязь остается, и потом там водичка выходит. Чистый? Возичка чистый? Немножко чище, чем заходил. Смотри, твои друзья с какими инструментами тут работают, а ты идешь отдыхать. Это нам не друзья. Плунгес-лагуна нам совсем не друзья. Почему? Они больше ломают, чем строят. На море будет дитилис бангас. ветер есть. Волна будет. Покажи, как ты хочешь, дитилис. Дитилис бангас будет там. Небольшой ветерок, людей гуляет мало, а это вот так за зиму ветер, песок гоняет туда-сюда, видите, засыпает дорожки, но потом придут работники, все подметут, уберут. к сезону обычно все бывает готово. Это вот так ходит песок. Ты где же твои большие волны? Вон дитилис бангас. А дитилис? Ну, пойдем посмотрим на Виктора большие волны. Виктор уже взял коврик, надеется открыть сезон. Ты загорать будешь или купаться? Кушать. Кушать? Я с собой всегда беру поесть. Вот так вот ходим мы на море. Не только летом берем перекусон, но и в межсезонье тоже. А я думала, что ты рюкзак взял для янтаря. Было бы неплохо насобирать столько. Раньше здесь был порт. Очень очень давно. Первый порт в Литве именно находился в Швентое, не в Клайпиде, а именно здесь. А потом его забросили, занесло песками. Сейчас пытаются углубить, хотя бы чтобы лодки, корабли могли заходить небольшие. Посмотрим, что у них из этого получится. Но вот эти вот палки, которые стоят вертикально, напоминают о том, что когда-то здесь был порт. Странно, как они не упали, не прогнили совершенно. Пройдем на ту сторону. Я пролезла, а ты? А в эту сторону вот так. Камни, деревянные палки, балки. Пока нет хорошей погоды, здесь как-то грустно. Ледом, конечно, людей много, повеселее, а сейчас одинокие туристы. Рыбаки пытаются лезть на эти камни, пойдут ловить рыбку, вороны, лебеди, и все. А это река Швянтая. Она разделяет берег на две половины. Здесь не перейти. Можно перейти, но там по морю мы ходили. Берешь свои вещи под мышку и есть такое мелкое место, можно перейти. А именно вот здесь реку не перейти. Глубоковато, но сейчас холодно идти по морю, поэтому желающих нет. Ай, вот есть парень, неужели пойдет? Но он не перейдет здесь глубоко. По морю идти. Да, по морю. По пояс. Мне кажется, вот этот коврик из Таиланда, он даже и не подозревал, что он приедет в Литву и на нем будут лежать, сидеть люди в куртках и в шапках. Шапка зимняя. Так, что у нас сегодня? Наперекусон. Намеда. Знаете, есть сейчас очень много видов намед. раньше была только вот такая классическая, а сейчас прям три или четыре вида есть разных намед. Салат типа пикантный, только я сделала его без чеснока. Здесь свекла с фасолью, термос и чай. Мне нравится вот этот хлеб, опять мы его купили. Ругини, светлый хлеб с семечками. И яйца вареные. А майонез где? Майонез вот здесь. Так водись яйца. Да, значит, этот можно оставить, а вот с этим кушать яйца. Яйца просто так кушать нельзя, надо биться. Биться. Оба. Ага, опять. Ха-ха-ха, один-один. На первый взгляд море в швинтое не обмельчало. Но это только на первый взгляд. Если в Клайпиде обмельчало, скорее всего и здесь немного уровень стал ниже. Посмотрите, какая погодка в Клайпиде. Она вот там прямо. Тучи-тучи. А мы по дюнам, долгая дорога в дюнах, идем к трем сестрам, дочкам рыбака. Большая? Ой, боже, какая огромная точно. Ужас. О, шуршит, шуршит. Грелась на солнышке, Виктор ее спугнул. А на руках у них ленточки Эстония, Латвия и Литва. Литва справа, посередине Латвия и слева Эстония. Покажи людям, где это Латвия и Эстония. В ту сторону Клайпеда, Калининград, а Латвия и Эстония, ребята, вот сюда, за этот мостик, за эту речушку. И вот, вот, совсем 60 километров и уже будет Лепая. Интересно было бы в Лепую попасть, какое там море поглядеть. А вот сейчас возьмем и переместимся чудесным образом в Лепую. Следующее видео, ребята, будет из Лепы. Это они старые или новые? Новые. Новые привезли. Меняют все. И во всех этих ложбинках, вот, кочечка, где-то поворотик, горочка, везде можно лежать, загорать, когда только солнце начинает припекать чуть-чуть больше, чем сегодня, сразу можно встретить людей, которые ловят первые лучи солнца. Виктор, нашел янтарь. Хочешь новый Мерседес? За янтарь можно купить Мерседес? Да, за один такой пусто. Когда-то, когда-то моя одноклассница выиграла в теле лото, но это очень давно было, лупоглазый Мерседес. Она его продала и за него купила двухкомнатную квартиру. Во, были времена. Кстати, сегодня встречаем вторую машину поляков. Приезжают поляки. Одну видели в Клайпеде на бензоколонке. Одна вот здесь в Швинтой поехала. Прикольно, да? Поляки приезжают в Литву за бензином. Вот раньше все, все, абсолютно вот это все была автомобильная площадка. Сейчас ее уменьшили вот, до таких размеров. Здесь только можно зарядить электромобиль и пару мест для людей с ограниченными возможностями. И все. А все машины должны стоять вдоль дороги. И вот здесь будет площадка. Пока еще ведутся строительные работы, но потом будет площадка. На концовочку, ребята, сниму с машины прямо, чтобы сравнить Швинтой с Палангой. Видите, людей совсем немного, практически ничего еще не работает, только какие-то детские аттракционы выставили. Там можно кинуть монетку, срезать игрушку большую. А так, в принципе, все закрыто. Кафешки тоже работают еще пока не все. Магазины есть сейчас хорошо. Было время, когда в Швинтой не было даже продуктовых магазинов, и надо было ездить за продуктами в Палангу. А если что-то покрупнее там затарится, то в Клайпеду. Интересно, столовая работает вот это? Это столовая? Когда-то мы тут кушали. Нет, не работает. Значит, еще нет столько туристов, чтобы им было выгодно работать. Но официальный сезон бывает с 15 мая, так что через две недели добро пожаловать, и все должно ожить. Вот, много поляков. Третья машина поляков сегодня. Странно. Еще польский не сгинело. Польша же далеко они к нам приезжают. А там впереди висячий мост, по которому всегда очень-очень страшно ходить. Он трясется. Ну и все, в принципе, вот и вся швинтое. Разворачиваемся и едем дальше. Во, в этих домиках надо пожить. Мы когда-то жили очень давно, стоило 20 литров с человеком, ну, примерно в таком вот домике. У них знаете как? Туалет общий, раковина общая, кухня общая. Идем по висячему мосту походим. Увидели очень интересный знак. Запрещено собаками. Виктор говорит, а собаку куда деть, если тебе надо идти по мосту? Скорее всего, собакам нельзя здесь по траве ходить. Ну, а если с собакой нельзя по мосту, тогда собака вплавь. Ты должен ей объяснить. Я плывешь. Кстати, смотри, как поднята вода в реке. Если море мельчает, то речка полная воды. Лосось заходит на ней. Сюда? Да. А это именно та река, которую мы видели, когда сидели вот там сейчас в дюнах и перекус устраивали. Ну, ребята, идем по мосту, пройдем туда-сюда. Трясется. Там люди стоят, ждут, пока все пройдут. Нет, это не вариант. Идите, не бойтесь, идите. Летом здесь движение такое с велосипедами, с колясками. И все идут одновременно. Никто никого не пропускает. Посетили Палангу, посетили Швинтое и едем в Лепое. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотры. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.